Нас хотите убедить, что у вас вот такие машины все. Нет таких машин. Вот вы сюда выставили самые новые, самые дорогие автомобили, а где те машины, которые у вас уже выработали свой ресурс? Вот их надо было показывать, надо объективную картину показывать. Объективная картина заключается в том, дефицит водителей, дефицит медсестер и фельдшеров, дефицит врачей и дефицит транспортных средств. Поэтому в ситуации вызов, давайте, в общем, мы с вами объединим усилие, вы скажите, чем помочь, первый, второй, третий, чтобы решить эти задачи. Чтобы сюда в очередь стояли на работу, и машины были нормальные, а не показухой заниматься. Многие приехали с Москвы, с других городов, с удовольствием пойдут к вам работать. Была бы зарплата. У вас зарплата водительная какая? В среднем 25, 24, 27, я понимаю. В среднем, а значит, минимальный какая? 17, 20. 17, 20 тысяч. Поэтому у нас и вакансии. Валерий Васильевич, ну это от кого зависит? Это зависит только от губернатора, от министра. Уж это вопрос, можно решить? Это по плечу или нет? Рассмотрим решение. Давайте, будем помогать, ну и вы тут вопрос-то ставьте. Потому что от руководителя многое зависит. И опирайтесь на тех, кто остался. На этом автомобиле, месяц назад, был такой случай. Нас вызывают на адрес. Человеку плохо. Ну, обнаружим, что у него инспарь. Идем его в 8-ю горболицу, не довозим до больницы. У него, значит, обрывается тромб. Сердце останавливается. Мы доезжаем там 500 метров в больницу. И вот когда мы там начали с всеми этими оборудованием, с всякими этими приспособлениями, мы его вызвели. Привезли в 8-ю горболицу, живет по сей день. Это первый случай. Такое вообще редко бывает. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Спасибо.